Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Вы видите на экране наши контакты, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. Если по какой-то причине вам оказалось неудобное время проведения вебинара или, например, вы не смогли досмотреть до конца, то вы можете перейти через некоторое время на наш сайт. Мы выкладываем записи вебинаров и, соответственно, вы сможете посмотреть удобнее для вас время в удобной обстановке. И наши вебинары, мы размещаем предыдущие, естественно, вебинары тоже, так что информации много, интересные. Приглашаю вас, милости просим. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Динеса Галина Гардышева. Мои контакты вы тоже видите на экране. Сегодняшняя наша встреча с вами посвящена упрощенке. Мы сегодня поговорим про вообще упрощенную декларацию по упрощенной декларации. Потом поговорим, что необходимо делать, если вдруг вы все-таки слетели с упрощенки по каким-то показателям. Поговорим про личные кабинеты налогоплательщика и про дополнительные сервисы. Ну и, естественно, затронем и уведомления по единому налоговому счету, поскольку в этом году, как вы знаете, у нас платежи идут именно через него. Итак, как будет наша построена встреча с вами сегодня? Мы будем на слайдах смотреть нормативный материал, нормативную информацию и будем параллельно переключаться на демо-базу вот таким вот образом. И какие-то вещи будем с вами смотреть по демо-базе и, соответственно, пробовать ручками и сделать там то, о чем мы говорили. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Итак, немножечко, так сказать, нормативной информации и экскурсу недалекое прошлое. Как вы знаете, на этот год у нас установлены новые лимиты по доходам для применения упрощенки. И у нас этот год также является переходным периодом, как и 22-й. И в этом случае речь идет о том, что если по каким-то, по некоторым показателям вы превысили лимиты, то это не значит, что вы потеряли право на упрощенку. Если превышение находится в рамках того, о чем мы сейчас с вами поговорим, то, соответственно, вы сможете применять упрощенку, но будут уже применены повышенные ставки. Что это за повышенные ставки? То есть, если у вас обычная упрощенка, то есть 6-ти процентная или 15-ти процентная, то, соответственно, лимиты, которые будут установлены на этот год, у нас составят 188-55 миллионов рублей. В 22-м году этот показатель был меньше, 150 миллионов рублей. И если вы, например, по доходам превысили эти показатели, то ставки у вас повышаются. Вместо 6-ти процентов будет 8-ть процентов, и вместо 15-ти процентов будет 20-ть процентов. То есть, соответственно, в этом случае вы сможете применять эти ставки, если ваши доходы не превысили 251,4 миллиона рублей. Для упрощенки это, в принципе, уже достаточно большая выручка, поэтому многие могут воспользоваться вот таким вот переходным периодом. Остальные показатели, я обращаю ваше особое внимание, что остальные показатели не меняются. То есть, стоимость основных средств у нас остается такая же, как и в прошлом году. И, соответственно, численность персонала. Связано это изменение с тем, что индекс дефлятор у нас вступил в силу по приказу Минэкономразвития 19 октября прошлого года. То есть, соответственно, индекс дефлятор у нас вызвал повышение этих лимитов. Напомню еще такой момент, что, как вы помните, в этом году у нас все платежи проходят через единый налоговый счет. То есть, вы посылаете уведомление, если по этому налогу не подается какая-то отчетность. И, собственно, согласно этому уведомлению платится через единый налоговый счет необходимый налог или взнос. Но остались некоторые платежи, которые платятся по-старому. То есть, это у нас взнос на травматизм, госпошлина, если не выдан исполнительный документ, то есть, если это не штрафные санкции какие-то. И НДФЛ с выплатом иностранным работникам для тех, кто применяет патентную систему. Взносы по несчастному страхованию, как я еще иногда называю, то есть, это взносы на несчастные случаи и профзаболевания, мы должны уплачивать ежемесячно до 15 числа. Но реквизиты, естественно, новые, потому что с 2023 года у нас объединенный фонд СФР, социальный фонд России. И, соответственно, перечислять мы должны их уже по новым реквизитам. На сегодняшний день, то есть, что у нас изменилось и какие ставки действуют на сегодняшний день. По упрощенке 6-процентной, то есть, доходы, у нас точно так же все осталось. То есть, мы уплачиваем 6%. Мы уплачиваем 6% и для объекта, когда мы доходы минус расходы, у нас 15%, если вы не превысили лимиты и не перешли на повышенные ставки. Повышенные ставки у нас в этом году, как я уже сказала, показатели дохода 188,5 миллионов. Если вы превысили 188, но все еще меньше, чем 251,4 миллиона, то вы превышаете повышенную ставку. По сотрудникам у нас в этом году должно было быть 100 человек. Но если вы превысили этот показатель и немного, скажем так, перебрали работников, то эта цифра может быть увеличена до 130 человек. Остальные показатели, то есть, стоимость основных средств у нас не изменилась. И участие госструктуры, или не госструктуры, а других юридических лиц в вашем уставном фонде не превышает 25%. На самом деле, собственно говоря, несмотря на то, что законодательных изменений у нас не слишком много, вопросов возникает по-прежнему у бухгалтеров достаточно. И, собственно, связано это, во-первых, с уплатой единого налога, во-вторых, с подачей уведомлений. И текущих уведомлений по текущим платежам тоже достаточно много. Революционных каких-то изменений в этом году, слава богу, по упрощенке у нас не произошло. Но есть одна изюминка, которую, так сказать, очень приятно использовать. Эта изюминка состоит в том, что, как вы знаете, упрощенка – это у нас кассовый метод. То есть, соответственно, например, если вы ИП, то для ИП эта изюминка как раз-таки и действует, потому что страховые, фиксированные страховые взносы в прошлом принимались только в случае, если вы их уплатили. То есть, если вы перечислили страховые взносы в течение календарного года до конца года. А в этом случае они принимали зачет. В этом году, если вы их начислили, но не уплатили, вы все равно можете принять их к зачету, то есть к уменьшению. Есть еще несколько тонкостей, про которые мне сейчас хотелось бы с вами поговорить. У нас есть ситуации, когда компания, например, по какой-то причине не ведет деятельность. То есть, если компания спящая, так сказать, как быть в этом случае, если мы уже в новой жизни, так сказать, получили такую ситуацию. То есть, единая упрощенная форма налоговой отчетности. Это отчетность, то есть точно так же она подается в налоговые органы. И если вы не ведете деятельность, то вы можете подать упрощенную налоговую декларацию по нескольким налогам. И, соответственно, в этом случае есть определенные критерии, которые ограничивают возможность применять упрощенную декларацию. Ну, во-первых, вы должны быть зарегистрированы в реестре малого и среднего предпринимательства. А во-вторых, вот самое основное ограничение, у вас должно быть отсутствовать движение по расчетным счетам или по кассе. И, собственно говоря, вот это достаточно сложно соблюсти, потому что, например, если у вас не было никаких операций по банку, есть какой-то банковский остаток, то банк вам в любом случае начисляет за пользование расчетным счетом комиссии. То есть это могут быть комиссии за пользование расчетным счетом, еще за какие-то моменты. То есть не торговые операции, не те, которые необходимы для ведения бизнеса. Если у вас такие операции есть, то в этом случае вы уже не можете применять упрощенную декларацию. И, соответственно, еще одно требование, что бизнес не работал с налогооблагаемыми объектами, которые предусмотрены законодательством. Вот именно эти два ограничения сводят, скажем так, возможность применения упрощенной формы налоговой декларации, но фактически на нет, потому что избежать движения по банку или по кассе достаточно сложно. Как вы знаете, по упрощенке у нас отчетность сдается один раз в год. То есть, соответственно, сейчас, когда у нас 9 месяцев прошло, мы не подаем налоговую декларацию, мы ее будем подавать только в следующем году. И в этом случае у нас остается единственное обязательство, что мы должны уплачивать ежеквартально авансовые платежи по налогу на упрощенку. А саму декларацию мы должны будем сдать в следующем году до 28 апреля. Раньше срок был другой. Сейчас у нас действуют для индивидуальных принимателей 28 апреля, а для юридических лиц 28 марта. То есть, соответственно, сроки изменились уже согласно реалиям этого года. Здесь обратите внимание еще на один момент. В какую декларацию, в какую налоговую инспекцию нужно подавать декларацию окончательно. Здесь внимание нужно обратить вот на что. Многие налоговые инспекции сейчас прошли реорганизацию. И если инспекция, например, раньше относилась у индивидуальных предпринимателей по месту своего жительства, то теперь это может быть немножко по-другому, потому что, например, в вашем городе может быть изменено, что с упрощенцами работает одна какая-то инспекция, а, соответственно, с другими юридическими и физическими лицами работает и отдельная инспекция. То есть, соответственно, вам нужно будет обратить внимание на юридический адрес, либо адрес, по которому вы были зарегистрированы в качестве предпринимателя. И, собственно говоря, не ошибиться с тем, куда вы отправили свою отчетность. Но, благо, до этого времени у нас еще достаточно, то есть практически 4 месяца. Так что это можно не в пожарном порядке, но, соответственно, в более спокойном режиме сделать. И здесь еще у нас есть несколько законодательных, скажем так, моментов, про которые мне тоже хотелось бы поговорить и обратить ваше внимание на них. То есть за 9 месяцев, как я уже сказала, мы отчетность по УСН не подаем. Если у нас какая-то другая отчетность, то в этом случае для нее также единый срок, как и для всех налогов, это мы должны сдать до 25 числа отчетность и до 28 числа уплатить. Единственное, что вот за октябрь, как у нас, вы знаете, был перенос, поскольку 28 число выпадало на субботу, и, соответственно, перенос у нас произошел вот на 30-е, 10-е. И еще обратите внимание на один момент. Декларации и расчеты, предоставленные до завершения отчетного периода, то есть либо налогового, либо отчетного, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке. Вот это нужно обязательно учитывать, поскольку в этом случае вы рискуете нарваться на нарушение законодательства. И, соответственно, потом вам придется разбираться с неподачей декларации или отчетности, и, соответственно, уведомление об исчисленных суммах налогов можно будет тоже корректировать. Что у нас поменялось практически за этот период в отчетности, в декларациях, еще в каких-то нормативных требованиях? То есть у нас по декларации мы используем декларацию по УСН, которую мы уже применяли за предыдущие периоды, то есть с начала года. И, соответственно, если вы, например, слетели с упрощенки, потеряли право на применение упрощенки, ну, то есть по любому основанию вы должны были предоставить отчетность к новым единым срокам. Это вот тоже новшество, которое раньше, во всяком случае, не так строго придерживались, скажем так. По упрощенке у нас еще есть несколько моментов, на которые тоже, до того, как мы перейдем в нашу демо-базу, посмотрим там, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вы видите, что у меня на экране указаны разделы 1.1, это для упрощенки 6-процентной, и 1.2 это для 15-процентной упрощенки. То есть здесь у нас указаны строки, которые поменяли, и мы сейчас с вами перейдем в эту отчетность и посмотрим ее уже, так сказать, на местности. То, что мы уже мельком сказали, на что я обратила ваше внимание, это то, что эписты имеют право уменьшить налог и по упрощенке, и по патентной системе налогоположения на страховые взносы для эпистов. Вот здесь будьте, пожалуйста, очень внимательны, потому что если вы используете, например, и патент, и упрощенку, то, соответственно, до того, как применять уменьшение взносов, нужно обратить внимание на то, что при расчете патента, стоимость патента, которая у вас рассчитана, тоже имеет определенные лимиты. И если у вас, например, за период стоимость дохода оказались по патенту больше, чем были рассчитаны при оплате патента, то в этом случае при расчете итоговой суммы, которую вы должны будете заплатить по упрощенке, вы должны помнить, что доходы, которые свыше 300 тысяч, облагаются взносом 1%. То есть, соответственно, 1% вы должны учесть при формировании отчетности, превышающей установленный лимит, и обложить его этим налогом 1%. То есть, например, вы применяете упрощенку, и плюс у вас патент составил, например, стоимость патента 13 тысяч рублей. Но когда вы готовите декларацию, вы смотрите, что у вас по патентной системе, доход оказался больше. Значит, соответственно, сумма превышения должна быть обложена налогом 1% и, соответственно, уплачена у налогового органа уже по другому основанию. А вот теперь, что у нас изменилось для уменьшения налога? То есть, какие правила мы теперь должны применять? Правила у нас изменились 31 июля, но они распространяются задним числом на правоотношения, которые у нас возникли с 1 января. То есть, что это такое? Ну, как обычно, задним числом мы меняем какие-то требования. То есть, когда у нас фиксированы страховые взносы за 2023 год, то есть, вы видите, сумма 25,842, это у нас фиксированы страховые взносы. И, собственно говоря, на сумму этих взносов мы можем уменьшить единый налог, который мы платим при УСН за 2023 год, не обязательно, учитывая при этом фактическую уплату. Плюс у нас переносятся с вами сроки уплаты фиксированных страховых взносов. То есть, в обычном порядке это был последний день года, а поскольку у нас 31 декабря в этом году выпадает на выходной день, то, соответственно, срок уплаты у нас тоже переносится, ну, это общее правило, на следующий рабочий день, который состоится 9 января. Однако, сумму, которую мы посчитали с вами при упрощенке, мы можем уменьшить на вот этот вот налог. Можно в графическом формате это представить вот таким вот образом. то есть, когда у нас идет перенос задолженности, мы применяем зачет и, соответственно, подаем уведомление об уплате налога. Ну, то есть, вот вы видите, что зачет аванса по единому налоговому счету у нас происходит согласно нашего уведомления и вы видите на схемке, как это должно быть применено. Сейчас мы с вами переключимся на нашу демо-базу и посмотрим с вами такой момент. То есть, соответственно, все наши настройки, которые касаются применения упрощенки или другого режима налогообложения, мы с вами указываем в учетной политике. То есть, учетная политика у нас с вами, посмотреть ее мы можем через раздел НСИ и администрирование. И, соответственно, если у вас по первоначальным настройкам задана возможность работы с несколькими юридическими лицами, то у вас в разделе НСИ будет пункт организации. Когда мы по нему переходим, мы попадаем с вами в журнал наших организаций. Ну, например, вот у меня весенний сад на упрощенке. Вот, например, мы открываем карточку нашей организации и у нас здесь есть учетная политика. Почему мы говорим именно сейчас про учетную политику? Потому что, например, если все-таки вы не удержались в тех рамках, которые у нас сейчас законодательно определены, например, выручка больше составила или количество сотрудников составило не 130, а 132 человека, то, соответственно, вы все-таки теряете право на применение упрощенки. И что делать нам в таком случае? Значит, в этом случае мы с вами, во-первых, должны изменить, соответственно, учетную политику, то есть зайти вот так, сейчас мы с вами сделали, раздел НСИ и администрирование, юридическое лицо и закладочка учетная политика. То есть, соответственно, мы должны изменить изменить систему налогообложения и указать дату, с которой вы потеряли право на применение упрощенки. Ну, соответственно, еще нужно помнить о том, что мы не будем сохранять сейчас это изменение. Есть ситуации, когда, например, возможно, вы начали применение другого вида деятельности, то есть, например, вы начали работать с драгоценными металлами. В этом случае вы не можете применять упрощенную систему, а, соответственно, должны с момента, когда вы начали такую деятельность, изменить систему налогообложения, и у вас уже будет общая система налогообложения. Но, кроме того, что вы меняете настройки, то есть, вы проверяете настройки системы налогообложения, то есть, проверяете все, что у нас здесь перечислено, учетную политику для финансового учета, для бухгалтерского учета, ну, и, соответственно, у вас возникают налоги, которые платятся при применении общей системы налогообложения, и нам нужно будет обязательно проверить налог по имуществу, ну, то есть, задать те показатели, которые будут соответствовать вашим нынешним реалиям. Но, кроме того, что вы создаете новую учетную политику, вам нужно будет предусмотреть о том, предусмотреть такой момент, что у вас, кроме изменений в учетной политике, вы должны будете ввести остатки по налоговому учету, то есть, вам нужно будет использовать именно вот такой раздел. Если вы все-таки не потеряли право на применение упрощенки, то напоминаю, что подробности, так сказать, по упрощенке у нас находятся вот в этом разделе, настройки учет по СН, и по гиперссылке мы точно так же сюда проваливаемся, проваливаемся и проверяем, что у нас здесь настроено. Ну, во-первых, объект налогообложения, доходы или доходы минус расходы. Здесь хочу напомнить, что изменить применяемую систему, то есть 6% упрощенку или 15% упрощенку, вы можете только в конце года подать заявление на изменение применяемой системы налогообложения. И, соответственно, если у вас, например, ИП, то не забыть про наемных работников, то есть, если у вас есть наемный персонал, то проставить вот здесь чекбоксы. И еще один момент, на который нужно обратить внимание, он, правда, не связан с потерей права на применение упрощенки, но, тем не менее, сейчас это очень актуальная тема, потому что контролирующие органы стали применены, стали уделять ей большое внимание. Это, на самом деле, воинский учет. Соответственно, если мы с вами говорим про ЕРП, то в ЕРП, так же, как, правда, и в некоторых других конфигурациях, возможность ввести воинский учет требует дополнительной активации. И эта дополнительная активация у нас выполняется, раз уж мы с вами сюда зашли, зарплата и кадры, и вот, видите, у нас есть здесь раздел воинский учет. Значит, если, например, у вас не одни девочки работают в компании, то вам надо активировать возможность введения воинского учета. Мы переходим по гиперссылке «Изменить», и здесь, на самом деле, только указываем, какой год, за какой год. Например, считаем, что за 23-й год у нас появилось место всех девочек еще, например, пара мальчиков. Тогда мы обязаны в любом случае ввести воинский учет. Мы выставляем расчетный год и через кнопочку «Добавить» задаем сведения о тех сотрудниках, которые имеют право подписывать эти документы, ну, то есть про ответственных лиц. Ну, поставим, что у нас руководители, и пусть это будет один человек на данный момент. После этого мы это записываем изменения и можем смело уходить из учетной политики. У нас в этом случае в разделах и кадры, и заработная плата появляется дополнительный блок. Как вы видите, сейчас я подвину, так, чтобы было более удобно смотреть, вот он появился, дополнительный блок «Воинский учет». И здесь у нас уже есть документ, который мы должны будем составлять и подавать в отчеты, отчеты в военкомат. Если мы с вами при вот этих настройках, сейчас мы снова вернемся. Так. Организация. Вот он снова наш весенний сад. И зарплата и кадры. То есть, если мы провалились вот при настройках воинского учета, у нас здесь есть возможность сформировать документы по воинскому учету. То есть, это первый основной документ, план работы по осуществлению воинского учета и приказ об организации воинского учета. То есть, на самом деле, это документы, которые уже готовы, и при формировании сюда только подставляются сведения про ответственных работников. Но, соответственно, подставляются сведения и про воинский комиссариат. То есть, если документ не согласован с воинкоматом, то доказать, что вы ведете воинский учет правильно и в соответствии с требованиями, вам будет достаточно проблематично. Если вы все заполнили, не пропускали никаких сведений при заполнении сведений про вашу организацию, то у вас сюда подставится фамилия, имя, отчество, ну и, соответственно, число вы проставите уже самостоятельно. И приказ об организации воинского учета. То есть, это механизм аналогичный утверждению учетной политики. То есть, мы подаем его в конце года на следующий год. То есть, допустим, вот сейчас вы, если создаете такой документ, он уже у вас будет действовать со следующего года. Снова сейчас вернемся к нашим слайдикам. И вот о чем поговорим. То есть, у нас есть виды деятельности, как я уже сказала, которые не дают право применения упрощенки. Проверьте, пожалуйста, не используются ли в вашей организации такие виды деятельности. То есть, на самом деле, работа с драгметаллами или торговля лишат вас права применять упрощенную систему налогообложения. Это регулируется письмом Минфина, которое датировано 10 февраля этого года. Так что, проверьте, не оказалось ли у вас такого правонарушения. Здесь есть, правда, лазеечка, которую можно использовать. Но, тем не менее, скажем так, любые лазеечки, которые у нас есть, требуют готовности к судебным разбирательствам. То есть, если вы посмотрели, что вы можете подвести свою деятельность под какой-то вот из этих пунктов, то будьте готовы, что вам нужно подготовить документы, которые обоснуют, почему вы использовали эту лазеечку. Сейчас, как вы знаете, в связи с ужесточением требований при приеме документов, при формировании отчетности, очень увеличены штрафные санкции. То есть, соответственно, штрафные санкции увеличены и за воинский учет. Причем там штрафные санкции очень серьезные. Сейчас действуют такие цифры, скажем так, что если вы, например, не подали сведения о сотрудниках, которые подлежат воинскому учету, или не передали сведения о том, что для организации пришло требование явиться в военкомат к какому-то из ее сотрудников, то в этом случае штрафы могут достигать 400 тысяч рублей против того, что раньше это было тысяча, две или три тысячи. Вы видите сейчас на экране штрафные санкции, которые у нас в этом году применяются при разных нарушениях. То есть, это у нас декларация по упрощенке. Если, например, выяснилось, что вы не подали за прошлый год декларацию, ну, естественно, вас уже налоговые органы бы задергали своими уведомлениями на эту тему. Но штраф был бы вот такой, как вы видите на экране. Бухгалтерская отчетность. Здесь немножечко попроще, поскольку бухгалтерская отчетность, если вы выдаёте по полной схеме, то есть все шесть приложений, у вас составят 200 рублей за каждый документ. Но если вы относитесь к малым предприятиям, включены в реестр МСП, то есть малого и среднего предпринимательства, то в этом случае вы можете применять упрощенную систему, упрощенный отчет. И в этом случае у вас будет только два, две формы, то есть форма 1 и форма 2. Но применение упрощенной налоговой отчетности, вообще упрощенной отчетности, мы с вами в самом начале обсудили, то есть там есть свои ограничения, и, соответственно, вам тоже нужно будет подтвердить, что вы имеете право на применение упрощенной системы, упрощенной отчетности. Сведения по персональным данным, как вы видите, не изменились, то есть 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Если вы не подали или подали несвоевременно сведения о трудовой деятельности ФСФР, то, соответственно, у вас тоже будет 500 рублей. Взносы на травматизм, как вы видите, у нас не изменились, то есть это от 5 до 30%, но минимум 1000 рублей. И 6 НДФЛ. То есть НДФЛ у нас сейчас большое внимание уделяется, и, соответственно, на него тоже обратите внимание, чтобы вы не попали под эти штрафы. В каком случае мы можем подавать единую упрощенную декларацию? Обратите внимание, не упрощенную бухгалтерскую отчетность, а единую упрощенную декларацию. Это мы с вами обсуждали в начале нашей встречи, но я напомню, то есть не было операций по счету, и мы не работали с объектами, предусмотренными упрощенной формой. И если компании или ИП никому не выплачивали доходы по НДФЛ, то есть, например, у сотрудников, то в этом случае отчеты по НДФЛ будут нулевыми. Но обратите внимание, вот в случае с НДФЛ мы не можем заменить этот отчет упрощенным. То есть, если мы, например, взяли баланс по упрощенной форме, подали, все хорошо, но он не заменит отчета по НДФЛ, потому что отчет по НДФЛ будет отдельный, пусть он будет даже нулевой, но вы его обязаны подать в налоговую инспекцию. Когда мы не можем подать упрощенную декларацию. Ну, здесь от обратного. То есть, если у нас по расчетным счетам были какие-то движения, то есть, если мы проводили какие-то операции, которые обязаны отразить в декларации, ну, чаще всего это, конечно, нулевая ставка, когда у нас была, то в этом случае мы налог не оплатим, но в отчет включить такую операцию обязаны. И, собственно говоря, мы не можем подавать декларации чаще, чем раз в квартал. Ну, здесь получается, что у нас немножко взаимоисключающее правило. То есть, мы должны по упрощенке уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль каждый месяц. Ну, соответственно, по факту, что мы с вами заработали, что у нас получилось. И в этом случае мы подаем декларацию с корректировочными данными. То есть, например, если у нас декларация за текущий период оказалась меньше начисленной, чем в предыдущий период. То есть, мы, соответственно, подаем корректировочные сведения. Еще один момент – это уплата налогов. То есть, на самом деле, это, наверное, самый такой обсуждаемый вопрос и вопрос, который вызывает больше всего ошибок. Как вы знаете, у нас в этом году, вот начиная с июля месяца, сальдо по ЕНС в приоритетном порядке считается в зачет НДФЛ. То есть, налоговые органы могут зарезервировать платежку по НДФЛ на следующий день после того, как вы поставили уведомление. То есть, не дожидаясь сроков уплаты. И, соответственно, сумма, которая должна быть уплачена по НДФЛ, будет снята в приоритетном порядке. Вот это нужно обязательно учитывать. То есть, если у вас в вашей деятельности в этом году имеются наемные сотрудники, то, например, если у вас по единому налоговому счету перечислен аванс, там, например, 5 тысяч, и подлежит уплате по НДФЛ, например, 6 тысяч, а по другим каким-то налогам 3 тысячи, то у вас в первую очередь будут списаны платежи по НДФЛ. И если суммы не хватает, то вам нужно будет довносить, она не будет распределена между налогами. Соответственно, она будет списана в первую очередь целиком до погашения задолженности. Ещё то, что надо учитывать, что по НДФЛ сейчас надо подавать два уведомления. То есть, одно на выплату аванса и одно на выплату заработной платы. И здесь учтите, пожалуйста, что подаются они немножко в другие сроки. В качестве, наверное, переходного момента сейчас это делается в добровольном порядке. Со следующего года это будет уже в обязательном порядке. И, собственно говоря, при уплате налогов, при подаче уведомлений, вам надо это учитывать, потому что в этом случае вы подаете два уведомления. Одно из них не позднее 12-го числа месяца. Ну, второе, как обычно, как до этого делалось, это 25-е число. Здесь есть ещё одна тонкость, которую тоже нужно учитывать при упрощёнке и при работе с НДФЛ. То есть, у нас действует прогрессивная ставка. Если у вас сотрудник получает больше 5 миллионов рублей в год, то у него будет повышенная ставка 15%. И, соответственно, вам придётся рассчитывать две ставки. То есть, первую ставку 13% до достижения этой суммы, а вторая часть – это свыше этой суммы. То есть, это уже будет у вас ставка 15%. При этом вам нужно учитывать, что если у вас ваши сотрудники, например, не имеют статуса резидента, то в этом случае у них будет применяться ставка 30%. Так же, как если доходы получены по ценным бумагам, исключая дивиденды, то ставка тоже будет изменена. То есть, несмотря на то, что по упрощёнке вы не подаёте отчётность, то, соответственно, по НДФЛ вы подаёте отчётность и уведомления два раза в месяц. Хочу обратить ваше внимание ещё вот на что. То есть, есть очень неплохой сайт «Налогналог.ру». Обратите внимание, как он написан. Практически это по нашему законодательству очень неплохие путеводители. То есть, здесь перечислено, во-первых, то, что требуется сделать, то есть отчётность, которую вы должны подать, или какие действия вы должны совершить, и переходы по гиперссылкам, по которым даётся очень квалифицированное пояснение. То есть, если у вас возникают какие-то сомнения по подаче отчётов, например, по тому же НДФЛ, то вы можете использовать этот сайт. Там хорошие рекомендации, главное, официальные и грамотные. Ну и ещё на что хотелось бы обратить внимание. Это, в принципе, не напрямую касается упрощёнцев, но, тем не менее, то есть у нас с этого года введён обязательно электронный документооборот по транспортным договорам. И, соответственно, для этого предусмотрены и в 1С необходимые сервисы, которые можно использовать. И использование электронного документа на документооборота необходимо в обязательном порядке предусмотреть, поименовать в учётной политике. То есть там, где мы с вами были с самого начала нашей встречи. Сейчас мы снова перейдём на сайт, на наши демобазы. И пока мы закроем работу с воинским учётом. И снова посмотрим учётная политика, закладочка учётная политика. И, соответственно, здесь мы можем также внести изменения, если у вас появились такие, например, договора. И ещё один момент, который нам надо учитывать. То есть вот у нас... Сейчас закроем нашу учётную политику. И посмотрим, например... Посмотрим, например, вот такой момент. В разделе кадры у нас с вами есть... Здесь хочется сказать вот что. А в конфигурации ERP у нас включён блок зарплаты и управления персоналом практически в полном объёме. Конфигурации версия проф. То есть, соответственно, все функциональные опции, которые предусмотрены этим блоком в группе, например, нам доступны и в ERP. И работа с отчётами по сотрудникам у нас с вами здесь тоже полностью идентична. В разделе кадры у нас с вами есть вот такой блок, выделенный жирным шрифтом. То есть это рабочие места, и мы можем перейти в эти конкретные рабочие места. Более подробно, например, то есть вот кабинет сотрудника. Это очень интересный сервис. Он позволяет сотруднику самостоятельно формировать для себя расчётные листки, справки. Два НДФЛ, например, 187-я форма справки и так далее. Более подробно можно по ссылочке почитать, но и подключить тоже по ссылке. Здесь не требуется никаких вмешательств системных администраторов или специалистов IT. Это можно сделать самостоятельно. И абсолютно такая же ссылочка у нас с вами есть в разделе зарплата. То есть вот уже видите, у нас есть кабинет сотрудника. И вот мы с вами попадаем абсолютно в ту же форму. Кабинеты, которые мы можем использовать, у нас есть не только для сотрудников в разделе регламентированный учёт. У нас с вами есть вот такой вот блок. Называется он 1С-отчётность. И здесь у нас есть личные кабинеты, но эти личные кабинеты, в отличие от того, что мы только что посмотрели, они касаются уже организации, то есть юридического лица. Это может быть и ИП, и обычное юрлицо. И здесь, когда мы переходим в этот раздел, у нас включается рекламная ссылка, то есть программа себя хвалит, говорит, какая она зайка, потому что у неё есть не только блок 1С-отчётность, но и сервис 1С-отчётность. Что может сделать этот сервис, можно посмотреть вот здесь. Если это говорить в двух словах, то это прямой обмен с сайтом налоговых органов. То есть, например, вы работали до этого с АСБИСом, с Астралом, с Контуром. В этом случае отчётность у нас как проходила, то есть мы формируем отчётность, делаем выгрузку в какой-то сторонний файл, потом этот файл передаём оператору ТКС, и оператор уже отменивается им с налоговыми органами. Ну и в обратном порядке такая же система. Сайты, то есть именно личные кабинеты налогоплательщика позволяют, минуя сайты наших ТКС, операторов ТКС, напрямую передавать и отчётность, и переписку, и другие какие-то документы прямо на сайт налогового органа или Объединённого социального фонда. То есть, как вы видите, здесь у нас сохранено бывший, допустим, ФСС или бывший там пенсионный фонд, но тем не менее мы работаем напрямую с фондом и можем получать и переписку гораздо быстрее, чем вот такая трёхступенчатая схема. Здесь точно так же у нас есть личные кабинеты налогоплательщика и юрлица, и физлица. И здесь нужно обратить внимание вот на что. То есть у нас, во-первых, здесь есть и природнадзор, и статистика. То есть вот на статистику обратите особое внимание, потому что на самом деле в этом году статистика добавила очень много отчётных форм дополнительных. И нужно обязательно проверять, не попало ли ваше предприятие под выборку. Выборка тех организаций, которые должны сдать какую-то, ну, не совсем, возможно, стандартную отчётность или ту отчётность, которую раньше не подавали. То есть независимо от того, что вы, например, на упрощёнке, что вы спите спокойно до апреля следующего года, у вас, может быть, вы попали под статистическую отчётность, и вам нужно бежать, готовить для них отчёты в нужной сроке. Потому что у них точно так же, как и у других фискальных органов, с прошлого года, вернее, извините, с июня прошлого года, они начали применять повышенные штрафные санкции. Говорилось про это достаточно давно, но на практике применять стали с 2022 года, и штрафы тоже достаточно большие. То есть за нарушение сроков подачи отчётов в статистику, не подачу отчётности в статистику, предусмотрены штрафные санкции на первый случай до 70 тысяч рублей, а если это повторное правонарушение, то до 150 тысяч. Согласитесь, очень обидно вы получите такой штраф, только потому что вы не нашли 5 минут и не зашли на этот сайт по ИНН проверить, какую отчётность вы должны сдавать. И появился ещё новый пункт, это Банк России, то есть личный кабинет. Например, если ваше предприятие имеет какие-то кредитные продукты, ну, например, кредитную линию, просто кредит, эвертрафт, ещё что-то, то вы должны с определённой периодичностью, чаще всего это раз в квартал, предоставлять отчётность, которую вы подаёте в другие органы для Банка. То есть вот этот личный кабинет позволяет вам проконтролировать, а что же на самом деле вы подготовили, подали и зафиксировать, естественно, этот факт. Снова вернёмся с вами. Так, а что мы сейчас с вами? Уйдём. И поскольку мы начали с вами говорить про электронный документ оборот по транспортным услугам, то вот я хотела ещё показать электронные перевозочные документы. То есть, соответственно, если вы работаете с транспортной доставкой, с какой-то логистикой, то этот пункт нужно обязательно посмотреть, внести все сведения и с ним работать, потому что это обязательное требование на данный момент. То есть нас в этом случае будет интересовать раздел «Склад» и «Доставка». И вот здесь у нас есть блок управления до доставкой. И вы видите здесь рабочее место, электронные перевозочные документы. То есть, соответственно, при работе с электронными перевозочными документами, когда мы переходим по этой ссылке, у нас открывается общий журнал документов. Мы можем выбрать конкретное юрлицо. И, собственно, по кнопочке «Создать» мы выбираем, что нам требуется создать, какой электронный документ. То есть, допустим, заказ наряд или транспортная, накладная и так далее. То есть в этом случае у нас все транспортные расходы, все транспортные контакты с перевозчиками должны проходить через раздел «Электронного документа оборота». выходим с вами из наших слайдиков снова, из нашей демо-базы снова вернемся к нашим слайдикам про воинский учет. Вот здесь хочу сделать такую, ну, небольшое отступление. То есть, если мы ведем воинский учет, как я уже говорила, мы должны сначала, ну, во-первых, это отразить в учетной политике, а во-вторых, у нас этот блок активируется в разделе «НСИ». И здесь все зависит от того, какие чекбоксы мы при активации проставили. Чекбокс – это у нас такая красивая зеленая галочка. А вот, значит, у нас с вами через раздел «НСИ», ну, допустим, возьмем через кадровый учет. Сейчас раздел «НСИ». Снова переходим на нашу базу, выбираем раздел «НСИ». И выбираем кадровый учет. То есть, когда мы с вами настраиваем этот блок, у нас с вами есть блок «Воинский учет». То есть мы, кроме того, что активировали введение воинского учета, мы должны проставить отметки, какой конкретно воинский учет мы ведем. То есть, если у нас проставлена одна вот эта галочка, это обозначает, что мы сдаем одну отчетную форму в военкомат по определенным срокам. Если мы работаем с бронированием граждан, ну, например, у вас есть сотрудники, которые могут быть, могут получить бронирование в случае, например, каких-то военных действий или еще что-то. Ну, соответственно, если эти специальности перечислены в нормативных документах, то в этом случае мы проставляем еще вот здесь флажок. То есть вот этот флажок нам добавляет еще две формы отчетности, которые мы тоже должны будем сдавать в военкомат. Поэтому нужно проверить, что мы проставили при активации этого режима. Ну, специальности это, если, например, у вас есть такие достаточно экзотические сотрудники, там, например, летчики. Ну, то есть, когда идет привязка к специальности. И, соответственно, каждая такая галочка добавляет одну или несколько форм отчетности. В нашем случае у меня проставлены на стройке обычный воинский учет и ведется учет для бронирования, поскольку, например, у меня есть там программисты или еще какие-то должности, которые, точнее, сотрудники, которые могут попасть под бронирование. Естественно, я при этом должна буду согласовать это все с военкоматом. Значит, снова мы сейчас отсюда выходим. И, как я уже говорила, мы с вами смотрели это. У нас с вами будет вот такая картинка. То есть, в закладочке за платой кадры, в карточке юридического лица мы с вами формируем два документа, которые легализуют и устанавливают, какую конкретную отчетность мы должны будем подавать в военкоматы. Продолжение следует... Продолжение следует...